Всем привет! Прямо сейчас вы смотрите все по госту. Меня зовут Ангелина Хитарянко. Начинаем! Если ты хочешь получить скидку 20 рублей при заказе автомобиля, делай следующее. Звони по телефону 33 33 33, назови промокод для оператора Хитарянко и получи скидку 20 рублей. Если ты хочешь работать в центре города, в уютном офисе с гибким рабочим графиком и достойной заработной платой, да еще и в хорошем коллективе, тебе необходимо стать частью компании ГОСТ, где прямо сейчас требуются операторы и менеджеры по работе с водителями. Узнавай больше по телефону в Орске 30 22 30. Узнать, соответствует ли водитель всем правилам компании ГОСТ, мы можем только при помощи наших очень честных и неподкупных авторевизоров. Ксения Главицкая и Илья Дорогов в нашей интересной рубрике. Всем привет! Проверяем машины такси ГОСТ на соответствие правилам этого прекрасного такси с этим номером с телефона 33 33 33. Тебе запомнить и удобно кататься. Казалось бы, там обычный выпуск, да, но будем все проверять как обычно, по старинке. Но разница есть, а знаете какая? Илья загоревый. Уже загар слез в этот момент. А, ты просто был не загорелый, а грязный. И не ездил ты ни на... Да черт ты так палишь! Все, я разгадала твой секрет. Илья не ездил на море. Просто испачкался и все. Ездил, отдохнул и вот с новыми силами как раз. Расскажи про морские развлечения. Ну, какие морские развлечения? Катался я. На морских коньках? Нет. На вот этой вот морской квадрате. Да, гидроцикл, да. Вас ожидает бежевая лаза конь, да? Вон, вижу, вижу. Пойдем. Ветер с моря, аду, ветер с моря, аду, нагонял Илью. Нагонял Илью. Ревизорить я, ревизорить я. Очень уж хочу, очень уж хочу. День добрый. Меня зовут Илья, авторевизор. Проект «Все по ГОСТу». Съемочку производить можно? Можно? Так, мы проверим вашу машинку на соответствие правилам «Такси ГОСТ». Давайте начнем. Так, машина у нас чистая, не пыльная, не грязная, моется. У нас чехлы, но чистые, хочу отметить. Двери чистые, поврики чистые. Есть удерживающее устройство для ребенка, собачки, кстати. Тетель! Вообще красота. Так, с ребенком можно кататься, хорошо. Багажник ставить можно? Секьюрность. Так, смотрим. О, слушайте, ну все, да, здесь груз вы вряд ли переведете, и коробка, и колесо. По правилам «Такси ГОСТ», да, багажник должен быть полностью чистым для этих. Поэтому здесь, к сожалению, все-таки мы должны поставить минуту. Правило есть, Кайл. Прокатимся. О! Тебе помогают? Да! Вот это да! Сервис! Как давно работаете вообще в такси? Шесть лет? Все время в гости? Да, все время в гости. А сколько вообще у вас стаж вождения общий? 11 лет. 11 лет. Мы еще проверяем, насколько хорошо остались в памяти у вас знания по ПДД. Поэтому вам достается вопрос номер 12. Вопрос звучит следующим образом. Разрешается ли вам остановиться в указанном месте? Это у нас кольцевое движение. То есть мы находимся, поворачиваем, отъезжаем энное количество метров и останавливаемся. Разрешено ли это делать? Разрешается, если автомобиль будет находиться не ближе, чем 5 метров от края пересекаемой проезжей части? Ну, грубо говоря, от поворота. Или запрещается, в принципе. Запрещается. Ну, конечно, ответ хороший, но неправильный. Если бы на 5 метров мы отъехали от края, то это разрешено. То есть здесь, где указывает нам стрелочка, останавливаться можно по правилам дорожного движения. Но скажу вам честно, я когда сам отвечал на вопрос, тоже сказал, что запрещается. Как часто у вас, кстати, пассажиры не пристегиваются? Нет, я всегда говорю, пристегивайтесь обязательно. Ну, а мне почему? А мне почему? Лучше лишний раз напомнить. Потому что мы же один раз туда проехали, ну, ладно. И последняя проверочка. Допустим, я пассажир, у меня 500 рублей, мне нужна сдача. Сдача есть? Есть. Показывайте. Вот она. Есть, отлично. А, и еще одно. У вас кондиционер-то есть? Нет, только холодный воздух. Только холодный воздух, но рабочий. Но рабочий. Дуэт замечательный. Можно? Да, включайте. Я не включаю. Пыльновато, но дует. То есть, если что, все равно можно светить. Ладно, спасибо вам большое за такую приятную поездку. Вам отличное настроение, только хороших пассажиров. До свидания. Так, давайте подведем итоги проверки. Начнем с плюсов. Машина у нас чистая снаружи, чистая внутри. Есть удерживающее устройство для... С песелем. С песелем. За песель будешь ставить плюс? Да, маленький плюс. Маленький плюсик за песеля. Приятный запах в салоне. То есть, все хорошо с этим. Водитель у нас отзывчивый. Сдача есть. Давайте немножко по минусам пройдемся. Первое. Это багажник. Ну, там, конечно, у него все чисто, в коробке собрано. Но ваш груз там вряд ли пометится. Он же не невидимый. Он не видит, да. Он стоит, но от него не избавится. Поэтому здесь минус. Также минус у нас уходит за ПДД. Вроде бы ответил логично, но ПДД. Голосить немножко по-другому. Против ПДД мы не попрем. Пол ошибки, наверное, надо дать за то, что он второй раз не попросил пристегнуться. Первый раз попросил сразу же, второй раз нет. Пол минуса. И пол минуса за то, что работает обдув. Кондиционер как бы не предусматривает. Но пыль, да. Поэтому половинка за это. И половинка за это получается еще один минус. Всего их у нас три. Естественно, автомобиль этот проходит полностью. Он проходит. Естественно, исправить эти маленькие ошибки. И будет вообще все шикарно. Поэтому катайтесь. Если за вами приедет данный автомобиль от Taxi Ghost. Радуйтесь. Все будет у вас хорошо. И доедете с комфортом. Пока. Еще один лайфхак и повод сэкономить. Заказывай автомобиль через приложение Ghost. И тебе обеспечен кэшбэк 5 рублей в каждой поездке. А если ты ездишь с понедельника по четверг с 13 до 15, то кэшбэк составит 10 рублей. С вами была Ангелина Хитарянко. До встречи на следующей неделе. Всем пока.